По мнению интернет-пользователей, ростовчане наглые, якуты красивые, а татары не женятся на русских. Недавно в Москве составили карту стереотипов о жителях разных регионов России. В ней не остался без внимания и Дальний Восток. Наши соотечественники из других регионов считают, что приморцы быстро говорят. А по словам преподавателей речи, у нас вообще есть так называемый дальневосточный говор, который профессионалы могут распознать в любой части России. Здесь говорят Владивосток, слышите, да? А это Владивосток. Владивосток. И А предударное будет откровенным А. Не Владивосток, а Владивосток. Владивосток. Да. Так как на Дальний Восток съезжались переселенцы отовсюду, это отразилось и на нашей речи. Сильное влияние оказали украинизмы. Они стали причиной развития быстрой речи, из-за чего фразы превратились в короговорки. Многие продолжают гэкать и не оглушают согласные в конце слов. Пример – произносят «нравв», когда надо говорить «нрав». В речи приморцев слышен и сибирский выговор. Многие страдают многоударностью, то есть выделяют в слове все гласные. А также присутствует своеобразный интонационный зигзаг. Например, вместо слова «погода» произносят «погода». В последнее время в основном у молодых людей появился и южный акцент. Речь стала манерной из-за произношения мягких шипящих. Пример. Жизнь такая тяжелая. В каждом месте, в любом месте нашей страны есть свои особенности, есть свои говоры. Речь – это слух. И человек что слышит, то и повторяет. Мы решили опытным путем выяснить, есть ли различия в речи в разных регионах нашей страны. И попросили жителей других городов записать на камеру одно и то же детское стихотворение. Идет бычок качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду. Идет бычок качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду. Идет бычок качается, вздыхает на ходу. Ох, досточка кончается, сейчас я упаду. Идет бычок качается, вздыхает на ходу. Ох, досточка кончается, сейчас я упаду. Говор – это неправильное произнесение в основном гласных. В каждом слове многие безударные при произношении редуцируются, то есть изменяются. Как в случаях написания слов правила диктует орфография, за подсказками «как следует говорить» можно обращаться к орфоэпии. Эта наука наглядно показывает, как изменить буквы перед тем, как превратить их в звуки. По правилам орфоэпии полно произносится только ударное гласное. Та, которая стоит перед ударением, меняется на «а». А вот это гласное совсем не произносится. Вот и получается, что из слова «воробей» мы говорим «вробей». Профессионалы уверены, от говора можно избавиться. Есть специальные методики, и если постоянно заниматься, речь станет образцовой. Но для начала свой говор нужно услышать, а потом научиться контролировать речь. Надо обратить на него внимание и оценить, как ты говоришь со стороны. И это достаточно смешно поначалу обращать на это внимание. Потому что я говорил, как говорю, и тут надо что-то менять. Кстати, избавиться от говора можно как со специалистом, который будет направлять и подсказывать, так и самостоятельно. Главное знать, что вот свои минусы знать и в какую сторону идти исправлять, где искать эти материалы, которые помогут. Мы же учимся писать правильно, но мы должны учиться и говорить правильно. К слову, Приморье – не единственный регион, чей стереотип коснулся манеры речи. По новой географической стереотипной карте вологжане окают, воронежцы гэкают, туляки гэкают, а брянцы не выговаривают гэ. Стереотипы вычислили с помощью поисковика Яндекс, вводили наименование регионов России и вопрос «почему». Первую фразу, которая появлялась после вопроса, записывали в карту. Гугл подобный стереотип о Приморье не разделяет. Пользователей западного поисковика скорее интересует, почему во Владивостоке нет горячей воды и метро, но зато такие дорогие квартиры. А по запросу о Дальнем Востоке в целом их волнует, почему регион подвержен землетрясениям и отчего на такой обширной территории так мало людей. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.